А ничего страшного, если у меня лицо заблюженное во всем видео будет? Одна ошибка, и ты веб-камер. 22. Мне нравится. Чем старше, тем лучше. 2000. Вот они мне так же в клубе врут на входе. Это как в долларах. На-на! Покажи, сиськи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правила игры просты. Команда блогеров с помощью экспертов угадывает, кто же из шестерых героев действительно веб-кам-модель, каждая из которых утверждает, что именно она пошла по наклонной дорожке. Но правдивая история только у одного. Впереди пять раундов, в которых наши эксперты и блогеры будут просить участников выполнять разные задания, а потом принимать решение, кого же удалить из игры. Всем респекты, друзья! Меня зовут Габар, а это максимально горячий выпуск из линейки «Угадай, кто?». Но вначале давайте познакомлю вас с гостями. Ребят! Ребят! Андрей Прокофьев. Больше по писькам. Андрюха просто, ребят, перешагнул через себя, пришел с температурой. У нас все тут подражает. Дальше, ребяточки. Тимур. Умею профессионально вопросами выбивать людей из колеи. Тимур на данный момент самый известный фейс-контрольчик, потому что больше нет фейс-контрольчика, я не понимаю. Его телеграм-канал и кружочки многие видели. А по знакомых вообще можно залететь? Ты меня знаешь. Спортивный к нам не приходит. Понял. Но как ты думаешь, опыт твоей работы поможет нам сегодня? 100%. 100%. Ребят, я готов. Вишенка на торте. Настя распозастая. Извиню, я не мог. Да, я эротическая, в том числе и веб-модель, с очень-очень большим опытом. Практически сейчас чуть не задонатил ее. А я чуть не кончил. Прямо сейчас давайте знакомиться с девчонками. В первом раунде участники рассказывают историю про себя. И посовещавшись, команда блогеров имеет право задать по одному вопросу любому участнику. После чего принять решение, кого же удалить из игры. Всем привет, меня зовут Настя, мне 25 лет. Я родилась и выросла в Ростове-Мдону. Оттуда я начала свою карьеру в веб-каме. Я занимаюсь БДСМ-практиками в шибаре. Кадры меня связывали. И в лужу я упала. Второй участник. Всем привет, меня зовут Роман, мне 24. Я из Новосибирска. В 21-м году я переехал в Екатеринбург и начал работать в веб-кам-индустрии. Сначала я стримил, сейчас оператор. Я делаю контент и для веб-кам-шиза тоже. Третий участник. Меня зовут Алина, я из города Тольятти. В 17 лет узнала о веб-каме, но у меня не получилось там зарегистрироваться. С 20 лет я встречалась с парнем. Все это время он меня обеспечивал. Вот, и моя подружка всегда, ну, долгое время занималась веб-камом. И она меня туда затянула. Сказала, что там есть бабки. Ну и, в общем, я пошла. Споткнулась и все, и веб-кам-индустрии. Одна ошибка, и ты веб-каме. Участник номер 4. Всем привет, меня зовут Полина, мне 22 года. Приехала 2 года назад в Москву, начала искать работу. Через интернет увидела сайт, мне стало интересно, что это как. Пришла на собеседование. Мне рассказали то, что нужно общаться на камеру, там, кокетничать. За это будут скидывать денежку. Прям, ну, очень большие суммы, там, от миллиона и выше. Естественно, это, ну, совсем не так. Где-то в районе трех тысяч долларов я зарабатываю в месяц. Ты на кокетничала? Не ходишь в паре поработать? По кокетничеству? По кокетничеству немного. Спасибо большое. Итак, пятый участник. Меня зовут Настя, мне 24 года. Я из города Братск. У меня было 4 попытки переезда в Москву. И когда меня бросил молодой человек, я опять переехала сюда. Работала танцовщицей Гоу-Гоу. И зарабатывала достаточно мало. Думала пойти в стриптиз, но я не хотела именно знакомиться с мужчиной. Чтобы они у меня лапали, сидели со мной. В общем, неприятно. И одна из танцовщиц сказала, что она подрабатывает вебкам. Звала меня на собеседование, сама рассказала перед этим все. Так вот я уже меньше полугода работаю. Кстати, вот есть что-то такое, что я немножко верю ей? То, что она молодая, она говорит, что-то... Спасибо большое. Итак, шестой участник. Меня зовут Николь. Я из Беларуси, из Гомеля. Классическая Николь из Беларуси. Два года назад я решила окончательно переехать в Москву. Поняла, что с работой туго. Начала искать. Естественно, первые предложения были про эскорт, но я не хотела уже в их личных встреч. Это вообще ужасно. В какой-то момент мне поступило предложение о вебкаме. Конечно, я об этом знала давно. Я сомневалась, но поняла, что легкие деньги тянут. У меня были отложены некоторые накопления, с которыми я переезжала. Я закупилась некоторым оборудованием, потому что поняла, что я хочу получать много, и в это нужно вкладываться. В основном я доминирую мужчинами, я их унижаю. Оказывается, за это я готовы платить большие деньги, и тебе не обязательно нужно раздеваться. Это первый раунд ознакомительный. Как самая настоящая игра в мафию. Минимум информации. Можно сейчас посовещаться и задать каждому участнику по одному вопросу. После этого мы должны единогласно выбрать человека и выписать его. Я больше смотрю на реакцию и, наверное, на выученность истории каждой из девочек, потому что каждая готовилась. Я бы выделил, наверное, по наполнению истории шестая девочка, потому что максимально более конкретно все описала. И третью, по мне, так самое, наверное, неправдивое, или я не поверил. Сам образ, который максимально просто наряжен. Он в глаза говорит, что я тут. Тапка. Че? Может, у нее рядом где-то? Только с работы вышло. Ну ладно, вот смотрите, вот Николь из Беларуси. Это у тебя прямо в паспорте, Николь? Да. Я могу показать документы. А сколько тебе лет? 20. Сколько? 20. 20. Мой счетчик сейчас тоже подзбился. Уверенности и поставленной речи, насколько она себя уверенно позиционирует, она старше? Ну вот номер пять, допустим, но она слишком молодая девочка, мне кажется. Я старше ее, мне 24. Один из запросов же может быть такой, чтобы была, наоборот, молодо выглядела девушка, и я знаю, что мужчинам такое может нравиться. Мне нравится, вот чем старше, тем лучше. Когда вот так можно взять и кожу с живота оттянуть, да, ты обожаешь? И апельсинчина получается. Краться подождем. Вот сейчас мое мнение скажу, я с Тимуром согласен. Честно говоря, чисто по логике, зачем приходить сюда, быть сто процентов одетой вебкамщицей, чтобы мы тебя угадали? Ну, очень убедительно, очень уверенно выглядела история, конечно, но, наверное, с одеждой я с тобой, наверное, с одеждой. Ну, то есть это прям специально посадили человека, чтобы мы его выгнали. Или это обман на обман. Ну, там у моих помощников не такой интеллект мощнейший. Не стоит переоценивать продюсера, да? Не стоит, да, переоценивать. Я очень скептически отношусь к озвученным выше суммам. Честно, ты профессионал. То есть три сотки нет? Окей, за госпожу может быть, но тоже не так быстро. В среднем, я знаю, чтобы, ну, прям вот, прям вот какие-то скромные деньги достаточно. Ну, пару сотен каких-то. Пару сотен. Ну, это прям вот, если прям вот ты прям занимаешься этим, изо дня в день у тебя есть там профессиональная камера, это вот какое-то там раскручено. Две сотки? Сколько-нибудь. По мне, неплохая зарплата. Неплохая? Для вот этого дела? Вот это другой вопрос. Давайте просто вот так по очереди, например, тебе достается участие номер один. Сдавай ей вопрос. Почему не онлик? Потому что нельзя регистрироваться, но он не фанц сейчас. У меня сейчас бусте есть. То есть я ушла из вебкам-индустрии. Вот, сейчас бусте, телеграм-канал, это прекрасно себя чувствует. У меня тоже, ребята, есть бусте, ссылка в описании. Сегодня там будет горячо. Так, мне достается участие номер два. Скажи, пожалуйста, почему люди выбирают работать на кого-то в студиях, а не сами организовывают тримы? Ситуация складывается таким образом, что часто в вебку идут молодые девочки. Молодые девочки, которые где-то учились, только закончили школу, вот им исполнилось 18. Но они приходят в индустрию и, ну, не совсем понимают, что им делать. Как правильно делать банальное оповещение, как делать мембров постоянниками, вот это вот все. На студиях это есть. Опять-таки вопрос с оборудованием. То есть на студиях есть свет. Есть администратор, который тебя под жопку пнет, скажет, типа, моя хорошая, надо выходить. И тому подобное. То есть они тебя обучат, тебе подскажут, будут тебя контролировать, делать тебе контент, заниматься твоей рекламой опять-таки. Ну, продюсер. Продюсер, да. Ну, пока два варианта, они все правдоподобные очень. Так, давай, третий вариант достается. Кошечка. Ну, смотрите, перед тем, как спросить, я сначала вам еще в кино. Давай-давай. У нее есть ощущение, что очень закрытый тип личности. Есть такой побед. Она ни разу не посмотрела на нас. Ну, да. Опа, взгляд получил первый. Очень неожиданно. В каком направлении ты работаешь? Просто общение. Мне твой конек. Это хорошее, это хорошее. Просто сижу, стримлю, общаюсь. Без фазоатизма, да? Ответ принят. Принят. Просто общение. Хорошо. У меня вопрос будет, наверное, акцентирован не на ее профессии, а мне хочется большую реакцию посмотреть. Сколько тебе лет? 22. А год рождения твой? 2000. 2000. А в год кого ты родилась, дорогая? Не скажу. Бля. У меня нет вопросов. Хорошо. Год пиздацола! Вот они мне так же в клубе врут на входе. Я серьезно говорю. А ты знаешь год кого двухтысячный? Это этот год, в данный момент. 24. А. Тут же вообще не надо думать. Часик номер пять. Ты любишь раздеваться? На Луне вот мне больше нравится. Но первоначально было тяжело. Но опять же, я работала гоу-гоу, идти до трусиков и до Ливчика мне было легко. Все постепенно, опять же. Когда ты работаешь, сначала... Сначала как-то тяжело, а потом привыкаешь. Ты понимаешь, что ты их не видишь? То есть ты не видишь эти взгляды, как, например, в стриптиз-клубе. Ты же не видишь, что на тебя прям вот так. Ты понимаешь, что они там. И все. Микро-вопрос. А приходилось, кто-нибудь из клиентов просил сделать на себе йодовую сетку, допустим? Такого не было. Так они же лично не работают. А, тогда все. Вот так монитор разрисовывается. Так, ладно. Участник номер шесть. Мой вопрос. Как называется розовая такая игрушка, которой управляют подписчики на расстоянии? Нет, я же говорю, что конкретно такими штучками я особо не увлекаюсь. Она штух унижает. Это у всех есть такая штука, потому что... Ну, для нормальной, да? Для нормальной... Хороший вопрос скажи. Да, отличный вопрос, да. Насколько я в теме, понимаете? Вот реально, потому что, ребят, не потому что я увлекаюсь, а потому что большой жизненный опыт. Как она называется? Ловенс. На-на! Ребят, если что, я на бусте, то раздеваюсь. С Ловенцем сижу. С Ловерцем? Ребят, нужно будет внимательно на монтаже посмотреть и порезать вообще все, что я говорю. Очень неплохо мы раскрыли трех участников, как мне кажется, по мне. Три, четыре, шесть спорной личности. Но я бы начал с того, чтобы объективно третьего участника попросил бы покинуть студию. Что вы думаете? Меня единственное смущает, что она всем видом подает, чтобы мы ее выбрали в первую. Да, и так надо сделать, да. Да, да, делаем. Так получилось, что в Петербурге, когда я жил... Тоже работал вебками, я понимаю. Были знакомые, которые работали в этом направлении. И вот третий номер очень похож по типажу на техдам. Поэтому я хз, стоит ли первый ее... Хорошо, а кого ты хочешь тогда? Ну тогда номер два. Я ему задал вопрос про индустрию. И он... Человек в семи, да. Он в теме. Но он как будто бы вот продюсер. Номер один не будем выгонять, потому что приятно смотреть слишком, чтобы быстро так... Тогда давайте очевидно... Давайте номер четыре. Она не ответила на вопрос. Стопуду волк. У нее есть история. Стопуду волк. Она придумала. Согласна? Да. Итак, господа, номер четыре. Покидает студию. Во втором раунде все просто. Команда блогеров просит участников показать сиськи. Показывать или нет участники решают сами. Но какие выводы сделают наши эксперты? Папа и мама, простите меня, пожалуйста, за то, что я такой. Второй раунд называется «Покажи сиськи». Сейчас нужно? Участица номер один. Покажи, пожалуйста, свою грудь. А ничего страшного, если бы я лицо забыли, то я во всем видео умудрю. Вообще какие крутые. Спасибо большое. Доброго дня. Ну это последний раз, когда я на твоем канале. Причем, с одной стороны, грех жаловаться. А с другой стороны, ну как будто это странно. Да? Может быть, я лучше и не видел. Серьезно? Я же перебираю вообще в памяти. Диалоги. Я боюсь перебирать. Диалоги о сиськах. Знаешь, как будто рели, как о рыбалке. Не, ну это самый лучший карп, наверное, который я ловил. И так, участник номер два. А тебе уже не сиськи будет показывать. Сиськи. Погнали, погнали. Да я тоже странно ссоюсь. Погнали. Теперь мне жалко, что номер четыре ушел. Но у меня сразу какие-то сомнения насчет него. У меня не женская грудь, как минимум. Но потому что для картинки не совсем эстетичное тело. Мне кажется, у него разбатенькое. Ты нас с Габаром, по-моему, не видел. Не говори. Не, да я сам не пример для подражания. Но ты видел ее реакцию? Она сказала, вау. Да я не знаю, ну просто тело серфера. Тебе нравилось, чтобы пузико, чтобы чай не было видно. Не, ну они должны быть какими-то культуристами, наверное, в моем понимании. Нет, ни в коем случае. Нет? По статистике, большая часть. Просто обычная. Женщина не любит культуристов. Получается, у Андрея все шансы. То есть какой-то средний? Ну, я имею в виду, что... Ну, кстати, это кофты. Ну, то есть Андрей похож... Он покажет тоже сиськи? Андрей похож на классического вебкамщика, получается, пока. Вот это ты вполне себе и он тоже. Участница номер три. Я ждала этот вопрос. Оживилась. Но я так быстро не раздеваюсь. Это нет. Участница номер пять. Ты можешь показать грудь? Я уже говорила, что я в основном предпочитаю на лунют. И мне легче раздеваться, когда я не вижу, что на меня кто-то смотрит. Почему я не пошла в стриптиз? Потому что там есть мужчины, которые такие и смотрят, и полапать хотят. Так это же кайф. Так это же кайф. Я обожаю когда мацуют. Участница номер шесть. Можешь показать свою грудь? Да. Покажи. Ну, Николь, ну что делает? Вы не будете помогать? Фраза вы не будете помогать, она меня в ступор еще сильнее вела. Ребят, на бусте я вам отвечаю. Бомба. Спасибо большое. Я по-прежнему думаю, что здесь все не так. Она не вебкамщица. И что груди показали не вебкамщица. Я до сих пор думаю, что третий номер это она. Да? Госпожа точно не показывает груди. У меня больше всех сомнений, наверное, по пятому номеру. Потому что она, все, что она описывает, для меня это обычный стриминг. Ну, вот как стримеры. Но вот я еще думаю насчет второго номера, потому что в моем понимании у него очень сильно углубленные познания. Но они могут быть, вот как он сам говорит, что он сейчас работает оператором. Это же может быть и нулевая точка его в целом вебками. Нулевая точка вебками. А ты что думаешь по поводу пятой участницы? Я думаю, что там невозможно что-то заработать вот таким, с таким подходом. Согласен с тобой насчет того, что она же говорила, что нормальные деньги можно зарабатывать. Кого тогда выгоняем? Ну, выходи по той, я понимаю. Давайте пятую. Да? Да. Я думаю, что вполне возможно совершаем ошибку. Но я говорил, что пятый и второй, поэтому в принципе у меня остается еще человек, за который я буду топить. Но голосуем за пятую участницу. Спасибо большое. Прежде чем мы начнем, хочу сказать вам о розыгрыше. Скоро будет тур по шести городам, где мы с Лехой будем разыгрывать кучу призов и самое главное разыгрывать качку. Чтобы выиграть машину, вам необходимо, ребят, покупать энергетики Изи Энерджи. Там сзади есть буквы. Вам необходимо собрать слово «Мустанг» и вы принимаете участие в розыгрыше. В третьем раунде команда блогеров и экспертов получает по четыре карточки от продюсера. В каждой из них по одному вопросу. Эксперты сами выбирают, кому задавать эти вопросы. Я готов к первому чаю. Давай. Участница номер три. Расскажи, пожалуйста, самую кринжовую историю из своего опыта. Короче, один мужик, мембер, позвал меня в приват. И он заставил меня залезть под кровать. И чтобы торчали только одни ноги. И, короче, ему было классно смотреть на ноги, ему больше ничего не нужно было. В это время я лазила в телефончики, ну и просто отдыхала. Я понял, почему. А у мужика просто, понял, пульт за диваном ранил. И уже полгода достать не может. И он такой, сука, ну надо же как-то... Брат, это с другой стороны, понимаешь, что она не у него дома. Я понимаю. Ну он понял, типа, гиперфек... Ну ты понял. Нет. То, что он сам не может сделать, он другого человека попросил. Понял. Похоже на правдивую историю? Ну, скорее, да, чем нет. Ребятушки, всем привет. Помните, недавно я тестировал Mystery Box Online. И мне понравились ваши отзывы. И поэтому я решил договориться с ребятами из Mystery. И разыграть среди своих подписчиков самый дорогой приз, который мне сегодня выпадет. И сегодня я не буду мелочиться. Сразу пополняю баланс на грязную пятнашку. Кстати, это довольно легко сделать при помощи Яндекс.Пэй, СБП или по номеру банковской карты. Ну и вновь мне дали бесплатный кейс за выполнение баланса. Сразу открываем. Барафон, шнур. У меня шнуров, ребят, вы не представляете, сколько уже. Ну и давайте начнем с малого. Открываем кейс-топчик. Он 399 рублей. Сейчас он по скидке 396 рублей. Скидом 3 рубля. На предпосмотре тут даже есть айфон, я вам скажу. И я, конечно же, отсосал. 1900 рублей. Это средняя розничная цена. Напоминаю, что потом мы даже можем все это продать. Я вам увеличу. Я не знаю, что это такое. Какой-то космический аппарат. Давайте поразгоняемся на топчики. Блин, именно эта хуйня мне и выпала, представляете? Это то, что я говорил, но это космическая штука. Вы знаете, что это такое? Вы готовы? Кулер для охлаждения телефона. Я даже не знал, что такое существует. Сейчас уже такая погода. На лоб его вот так. Он так выглядит круто. Продолжаем открывать топчик. Пока хорошо идем. Пока хорошо идем. И что за беспроводные наушники за 650 рублей? Мне кажется, эта тема может просто взорваться у тебя в душах. Очень похоже, ребят, что я разыграю кулер для телефона. Я не могу. Что это такое? Второй кулер. Классный нет на телефон. Так что, Никит, будем с тобой вдвоем на лба сходить с этой хуйня. Честно говоря, у меня... Джекпот, ребята. Вот это уже серьезно то, что можно разыграть. Подняли Razer Kraken. Я хер его знаю, честно говоря, что это такое, потому что... Прикольные вообще. Ты шаришь? Да. Это игровые? Игровые. А теперь лайфхак от меня. Залетаем в магазин, продаем всю шляпу, которую мы тут выигрывали. На моем балансе прямо сейчас 14 810 рублей. По себе наушники он оценивает в 9 тысяч рублей. Кулер бесценный. То есть, мы просто в нереальном плюсе. Даже если я сейчас просто продам наушники, у меня просто будет двадцатка. Я хочу реально крутой хороший приз, который разыграю среди вас. Поэтому премиум бокс за 2 тысячи 970 рублей. Это со скидкой. Так он стоит треху. Скидка 50 рублей. Крутим. Какой-то музыкальный день, ребята. Ремакс колонка. Походу, стопимся на наушники. Крутим еще. У меня на балансе еще 11 тысяч. Блин, они выглядят так круто. Крутим еще. Еще два раза могу крутить. Ну нет, я могу продать ее еще потом. Блин, ну все. Все мы затащили. Ребят, это, блядь, если в прошлый раз я взял Соньку, то в этот раз айфон 15 про не макс. Ребят, розничная цена 110 тысяч. Мне кажется, он столько вообще не стоит. Но, давайте мы зайдем в личный кабинет. Это настоящий прям? Я не знаю. Мы закажем, посмотрим, что к нам придет. И потом посмотрим. Пока моя казина выглядит так. Сразу продаю колонку Ремакс. У меня на балансе остается 11 тысяч. Это очень бесконечный крутибельный аппарат. Филипс, зубная щетка. Радиоуправляемая машинка. Слушай, Никита, это тебе подарок перепал. У меня осталось 7900. Я просто сома уже не буду менять себе после айфона. Можно вечно продолжать, я вам серьезно говорю. Давайте ждать доставку и разыграем айфон. Ну что, ребяточки, все прилетело максимально быстро, как и в прошлый раз. И как я и обещал, айфон 15 про будет разыгран между вами. Для этого необходимо сделать две простых манипуляции. Это зарегистрироваться в Мистери и ввести промокод ГАБАР. И пополнить депозит более чем на одну тысячу рублей. Среди этих людей будет проведен розыгрыш, и один из вас выиграет айфон. И еще дополнительная плюшка. Вы получите 30% к первому депозиту от суммы пополнения. Не забудьте промокод ГАБАР. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Выйти промокод и выигрываете нереальные призы. Я проверял. Кто хочет следующий задокопоз? Давай я. Давай. Кому? Ну, Николь, конечно, уже. Расскажи про какие-нибудь рабочие лайфхаки. Рабочие лайфхаки? Слушайте, на самом деле главное быть уверенным и раскрепощенным. Если ты чувствуешь спокойствие, ты понимаешь, что все пройдет хорошо. В первую очередь, даже с моим профилем, скажем так, нужно не забывать про уважение мембера. Потому что можно задеть его чувства так, что денег ты больше от него больше не увидишь. Так, кто следующий готов? Номер один. Что больше всего раздражает в этой работе? Многие мемберы привыкают, что им все дозволено. То есть они хотят за 2 копейки канарейку, грубо говоря. Канарейку откуда? Ну... От верблюда, скорее всего, получаются. Бесило то, что они мало платят? Ну, слушай, там не только раздеваешься, там такие запросы были, что... Я не знаю, ну, я лично не готова с такие копейки. Мой следующий вопрос сразу. Какие запросы? Слушай, ну, например, я, не знаю, не хочу здесь никого оскорбить, но я не готова себе что-то пихать и делать это все на камеру. Ну, мне как бы... нет. Отличие от тебя. На твоем бусте, кстати, напоминаем про бусте Габара. А я в этом ничего такого не вижу. Давайте там подытожим. Попу просто, чтобы какать. Правильно? Получается так. Ну, вот и все, и запомнили тогда. Странно. А просто в какой валюте получаете зарплату? Кому вопрос. Номер 3, например. В долларах. Это как? Это как? Ну, в долларах. Пау! Вопрос для номер 2. Можно ли стримить сразу на несколько сайтов или площадок? Да. Есть приватные сайты, которые в целом не особо пропагандируют это. То есть, если ты на приватном сайте, то ты стримишь только для меня. И есть фремиумные, на которых ты можешь стримить на 5-7 сайтов и радоваться жизни. На 7 сложно, но одна модель может 3 тянуть вполне. Ну, смотри пока, какая движуха. Вот он просто прошаренный, потому что он там и оператор, и контент-мейкер там. Я не хочу его угадывать, потому что он 100% в этой сфере. Номер 3. Прокололась на том, что в долларах зарабатывает. Остается потрясающая Николь. Николь, да. И потрясающий номер 1. Номер 6. Семья знает, чем ты занимаешься? Ну, скажем так, у меня есть разные градации отношений в семье. То есть, с кем-то я более близка, с кем-то нет. Папа вообще смотрит стрим. Ты пробил историю, по-моему. У меня нет папы. У меня есть близкая тетя. Это жена моего дяди. С которой я могу вполне спокойно что-то обсудить. И она может мне дать какой-то совет, как общаться с некоторыми типами мужчин. Я имею в виду, твоя версия, что ты им говоришь, где ты работаешь. Где я работаю? Слушайте, да для них я работаю на обычной работе. Какой? Какой? Я ноготочки пилю для них. Подзадумывалась, да? Почему именно эта профессия тебе подходит? Бьешься в одну точку, да? Я, в принципе, человек нестеснительный. У меня нет комплексов. Почему бы не показать то, что хорошо, у меня хорошее тело? Почему именно этим способом? Самым невыгодным и неудачным. Можешь развивать свою аудиторию. Не обязательно сидеть там, извините, мастурбировать на камеру. Ну и, например, я сниму вас долго, если вы знаете, возможно, нэкед гимнастик. Ну, обнаженная гимнастика приводится. Сегодня я буду гуглить. Я сам занимаюсь нэкед гимнастикой. Нэкед гимнастикой. Чисто колесо. Можешь голый сделать? Ребят, на бусте Андрюха крутит голое колесо. Номер три. Скажи, пожалуйста, на какой именно платформе ты стримишь? И как называется внутренняя валюта, в которой... Chatterbait токен. Все. У меня микронаушник. Давайте уже выберем кого-нибудь. Я бы номер три. Я бы тоже. Ну, три, наверное, давайте, наверное, все-таки это. Я с вами тогда. Номер три. В четвертом раунде участники должны показать нашим экспертам, что такое позинг. А после этого убедить их в том, что они умеют имитировать оргазм. Если вы думаете, что вы испытали уже достаточно кринжа, нет. Да, ты знаешь, какой позинг? Ну, что-то из 3D-графики, да. Композинг лишь это. Композинг, да, да, да. Но в начале, ребята, но в начале. Не надо забывать, что с нами профессионал. Можешь показать пару красивых позиций? Зачем? Они же подглядят, потом будут повторять. Я думаю, тяжело ты сможешь так сделать. Ну, давай, давай потом я бы повторю тебе. Бля, давай. Это на бусте будет. Можешь, Настя, как надо? Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Ребят, просим. Я в лице привык смотреть людям. У меня визуальный контакт. Чисто я в трубке. Что ей сказать, чтобы она остановилась? Настя, остановись. Все, все, Настя, Настя, все, хватит, пожалуйста. Самое интересное, подожди, там прогазм еще было. Ну, давай. Это пока я в баньке. Это был орган, да? У меня они не очень громкие, да. Чисто, когда посылочка на волосы. Защитана. Ты же мне мой хотел, я же, у тебя другой. У меня, ааа, вот это, блядь. У меня, ааа, ааа, вот это, все. У меня вьетнамские флэшбеки. Можно попросить участниц номер один показать? Это что-то на гимнатическом сейчас будет. Нормально? Это странно. Ну раз, круто. Это я после Big Tasty примерно вот так. Спасибо большое. Теперь самое странное, что будет происходить сейчас. Участник номер два и позинг. Ну я не буду смотреть. А я все могу, ребят, напоминаю. Во-первых, когда мы говорим о позинге вебками, мы не забываем тот момент, что идет стрим. Модель в любом случае должна быть удобна. То, что показывали, ну, соответственно, участники, это скорее элемент привата и элемент шоу. Позинг как раз таки, когда девочке удобно, и это должно быть красиво. Достаточно просто, удобно и красиво лежать. С этим у меня нет проблем. Спасибо. Кстати, каждый мужчина может красиво лежать. Да, врожденная история. Особенный вайб, но в целом просто лежишь, сидишь. Тебе должно быть удобно, ты должен быть раскрепощен, чувствовать себя комфортно в кадре в первую очередь. Спасибо за справку, я понял. Да и давайте отпустим человека, чего уже. Кстати, мужчина оргазм не имитирует, чтобы понимали. Хорошо, но ты примерно помнишь, как ты получаешь оргазм? Ну, что ты из разряда такой, выпустил пространство. Спасибо большое. Ну что, Николь остается? Николь, наконец-то, Николь, твоя любимица. Николь, сделай грязь, пожалуйста. Прям грязь. Слушайте, я буду солидарна с участником номер два. В первую очередь мы говорим про длительный стриминг и про то, что нам должно быть комфортно и удобно. Мы держим статический кадр, то есть мы не будем вот так вот за собой камеру крутить, вертеть. Вот спозируйте что-нибудь сексуальное. Андрей, что скажешь? Отличный взгляд. Верю. Да, супер. Первая стадия пришла, вторая профессиональная. Профессиональная. Спасибо большое. Настя, что думаешь вообще? Не прояснилось. Нет? Хотя эта поза тоже, опять же, вообще не для госпожи. Мы уже видели несколько проколов с твоей стороны в номер шесть. То, что ребята сделали это круто, профессионально. Участник номер два вообще разъебенил. Меньше всего сделал, он вошел со справкой. Я думаю, да, нужно опираться на прошлые штуки. Я знаю Андрею больно. Дайте, дайте ей шанс. Это как одежда. Ну да, в принципе, можно надеть что хочешь, но если у тебя есть некий образ, вот ты его придерживаешь. Да, но она же может с другим быть не госпожа? С другим, да, но... Ну, это не похоже. Просто не очень такой... Не вяжется образ, или что, да? Ну как, ну как, ну как? Я против выгонять участника номер два, потому что, учитывая все его истории, знания технических моментов, я вообще думаю, что он и есть тот человек, которого мы ищем. Честно говоря. Ну что ж поделать, все равно я вместе с тобой буду. Итак, господа, участник номер шесть покидает игру. В пятом раунде команда экспертов с блогерами проводит быстрый блиц-опрос двум оставшимся участникам. Один вопрос, один ответ. Время и количество вопросов не ограничены, но от этого зависит финальное решение. Быстрый блиц для участника номер один. Какой у тебя был самый большой донат? Ну, в рублях это было около десятки. Сколько стоит забрать тебя в приват? Это 500 рублей. Минута? Или что это? Нет, там 5-минутка. 5-минутка? Да. 100 рублей, 1 минута. Ты работал через агентство, да? На студию. То есть там, как бы, мне шло столько, сколько шло на самом деле, как бы это... Сколько они забирают процентов? 60-70. Там зависело от опыта работы девочки. А почему-то одна не стала работой там с оператором? Я начала работать, когда был карантин. То есть, да я вот... Любой человек знает, да я работаю вебками, нужна камера. А у меня было... Ну, у меня не было ни ноута, ничего. У меня был телефон со сбитым экраном. Ну, что на него снимешь там? Какое самое первое сообщение всегда тебе пишут? Покажи половые органы. А что сначала просят? Показать грудь или что-то другое? Нет, ну, больше, как бы, они по писькам. Больше по писькам. Родители знают сейчас? Да. Реакция? Как бы мама не вмешивается в мои отношения, ну, и я как бы особо. Ну, хорошо, ну, а что дальше? Ну, например, я сейчас вышла на ту же прикольную площадку, называется Suicide Girls. Сколько подписчиков на Boost у тебя? У меня две тысячи. Откуда вот ты берешь аудиторию на Boost? Ну, это мои предыдущие фанаты из Жасмина. Ну, слушай, она по неймингам шарит сильно. Он тоже, блядь, я тебе бегнул. Не, он, я уверен, что он работал. Поэтому, поэтому, поэтому они вдвоем и остались, понимаешь? В принципе, я понимаю, что мы сделали правильный выбор. У меня больше вопросов. Давайте дальше придем? Да, я думаю, ко второму. Парный вебкам, он прибыльнее? Если ты посадишь одну модель и пару. Пара будет по просмотрам собирать гораздо больше, потому что то, что они вдвое в кадре, это уже шоу. Но, опять-таки, каждый раз ты должен понимать, что ты делишь заработок на два человека. Тут нужно будет кому-то пойти на компромисс. Я понимаю, что вы все равно все думаете, что это номер один, правильно? А ты думаешь номер два. Я уверен, что номер два. Я за номер один. Я до сих пор думаю, что это номер три, на самом деле. Я актер не очень хороший, честно говоря. Но, когда вышли девчонки, я хотел, чтобы все было по-настоящему и все по-честному. И из всех девчонок я знал номер три. Это тату-мастер у меня в студии. И мне было так тяжело все это время. Я пытался сразу ее убрать, чтобы мне было объективно. Вы такие, нет. Я такой, ладно. И когда она ушла, я выдохнул. Я видел, как тяжело давалась я ей эту роль. И вообще я бы не вспоминал бы прошлое и кто ушел. Потому что все решения были приняты коллегиально. Но у меня аргумент только, что познание второго номера, допустим, они все из-за того, что он работает в сопутствующей индустрии. То есть он либо снимает, либо на студии он вообще как будто креативный продюсер. Продюсер, да, какой-то там, не знаю. Я за то, что это номер один. Тебя тоже. И я. Давайте я останусь при своем мнении. Вы за номер один, я за номер два. Вы, ребят, прямо сейчас в комментариях напишите, за кого голосуете вы. Потому что вот-вот мы узнаем, кто на самом деле из ребят раньше занимался вебкамом. Но для начала, ребята, хочу сказать вам про сумасшедший промокод вебкам на 15% в габаршопе, черт возьми. Ребят, настольные игры, куча различных вкусняшек, супер качественная одежда. Плюс к этому, ребят, энергетосы, все в габаршопе и на всю продукцию 15% по промокоду вебкам. Что ты там показываешь? Да нет, нет, нет. Промокод вебкам. А мы прямо сейчас давайте узнаем правду. И пускай все участницы придут, участники, и расскажут свои истории. Погнали! Привет, я, конечно же, не вебкам. Я, ой, работаю у габара, делаю татуировки. Поэтому, если что, записывайтесь. Я рекламирую все свое. Мне было очень тяжело. Я вообще просто мечтала, чтобы меня первую выгнали. А мне продюсеры говорят, мы думали, что в конце ты офигеешь и не узнаешь, вон бликак. Ребят, габар тату, ссылка в описании, записывайтесь к Даше на сеанс. Меня зовут Аника. Я не вебкам-модель. Я певица, автор-исполнитель собственных песен. С вебкамом вообще ничего не связывала. И даже не было никогда знакомых, кто бы работал. Поэтому я вообще ничего в этом не знаю. Я не вебкам-модель. И даже близко не связана с чем-то эротическим. Я мастер маникюра. Сейчас я работаю в салоне премиум-сегмента в центре Москвы. И мы выходим на международный уровень. Но все-таки я белорусская. Если нужно сало или белорусские конфеты, можете обращаться. Я Настя. И я не вебкам-модель. Я мравист. И вот буквально сегодня ночью я искала, что такое вебкам. Я нашла девочку, которая работала в студии. Она мне все рассказала. И я просто боялась где-то что-то сказать. Я только запомнила. Это как раз-таки ноунют. Осталось два участника. Ребят, про которых мы и думали. Сейчас вам нужно выдержать паузу небольшую. И один из вас, кто не занимался вебкамом, начинает говорить. Меня зовут Настя. Не надо! Я не занималась вебкамом. Такие познания у меня от моей подружки. Привет, Алиса. Я знаю всю ее историю. То есть мы с ним встречаемся, там, пьем пиватик. Она мне вот так все рассказывает абсолютно без... Вот. Я вообще программист по образованию. Я работаю продакт-менеджером. А сиськи зачем? А я нудист. И ты программист? Да. Всем привет. Я работаю в IT. Какое-то наебало. С гордостью. Объявляю себя победителем, во-первых. Заслужил. Но! Настолько могу сказать, насколько мы круто вот сработали, что вот слушали друг друга. А теперь давайте послушаем историю человека, который раньше занимался вебкамом. Меня зовут Рома. Мне 24. Вообще я с Новосибирска. Вебкам я начал в Екатеринбурге в году в 20-м. Работал моделью. Также работал в паре со своей девушкой. И потом работал в Сочи, в Екатеринбурге. В разных ипостасиях. Также снимаю сейчас параллельно видео. Видеооператор, если что. Большой красавчик. Вообще, что не боишься быть самим собой. Ибо открыто об этом говоришь. Че? Спасибо, во-первых, вам. За то, что... Спасибо. Это было очень круто. Все истории были крутые. Они были по-настоящему разные. До конца держали нас в напряжении. Это было круто. Ребята, я прошу поставить лайк. Это обязательно. Подписаться, если вы не подписаны. И оставить коммент. Кого в следующий раз угадать. Люблю каждого из вас. Люблю вас. Давайте все друг другу похлопаем. Всем респекты. Всем пока. Пошли, пошли по памяти. Чуть пока. Конец. Общий стоп. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok